Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии я, Камиль Гимаздинов. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. ВОЗ признала коронавирус угрозой мирового значения. В КФУ прошел экофорум для школьников. Любители и профессионалы КФУ поиграли в русский бильярд. ВОЗ признала коронавирус угрозой мирового значения. Заболеваемость достигла почти 10 тысяч человек, 213 погибло. Для сравнения, за весь период эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов заразилось менее 8,5 тысяч человек в 30 странах. Коронавирус из Китая проник уже в 20 стран на разных континентах. Как предостеречь себя от вируса, вы узнаете от главного врача университетской клиники КФУ в нашем сюжете. В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса. За Байкале и Тюменской области сообщила вице-премьер Российской Федерации глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам заболевшие граждане Китая. Подробнее о том, какие меры предпринимать, чтобы не заразиться опасным вирусом, рассказал главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. Первое, что нужно сделать, это установить медицинское наблюдение за потенциально контактными с любой вирусной инфекцией, но в данном случае говорим о коронавирусе. На 14 дней устанавливается медицинское наблюдение, два раза в день измерения температуры тела, ежедневный медицинский осмотр. При первых симптомах такие пациенты будут направляться в инфекционную больницу для дальнейшей консультации, лабораторного обследования и при необходимости уже лечения. Обязательным условием является обработка рук. Ничего сложного в этом нет, антисептиков огромное количество и в аптеках. Никто не отменил обычное мыло, никто не отменил обычное мытье рук теплой водой. Следующий момент, тоже очень важный, очень мне нравится наблюдать студентов, одеваться просто по сезону. Следующий момент, это общеукрепляющие меры, то есть никто не отменял опять-таки занятия спортом, что повышает иммунитет. Это прием витаминов, их тоже на разный вкус, на разный кошелек, огромное количество в аптеках, не обязательно гнаться за дорогими импортными витаминами, как некоторые делают. Вполне работают наши российские витамины, они сейчас хорошего качества, столь же безопасны, как импортные. Пожалуйста, можно выбрать. Особенно важен это витамин С. Авиакомпании стран Грузии, Казахстана и Украины также ограничивают авиасообщение с Китаем. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. Разгоревшийся в Китае коронавирус коснулся и студентов Казанского федерального университета. Так, к примеру, каникулы для китайских студентов в России продлили до марта. В Казанском федеральном университете обучается большое количество граждан Китайской народной республики. Многие из них на зимние каникулы уехали на родину в Китай, где разгорелся опасный вирус, именуемый коронавирусом. В Казанском университете обучается более 1200 граждан Китайской народной республики, точнее даже 1233 по состоянию на сегодняшнее утро. Это студенты 800 с лишним человек, почти 300 слушателей подфака, 90 стажеров и 30 примерно аспирантов. На родину уехали на каникулы, на новогодние праздники 269 человек. Основной поток обучающихся ожидается с 1 по 10 февраля. Однако их возвращение будет зависеть от тех карантинных мер, которые будут предприняты в Китае. Приказ министерства вышел, которым вузам рекомендовано продлить каникулы для граждан Китая, выявших на родину на каникулы. Мы сейчас готовимся к работе в рамках этого приказа, подготовили информацию для ребят. Проработаем технологии отправки этой информации, где мы будем, наверное, рекомендовать все-таки не возвращаться в Российскую Федерацию до 2 марта. Также Министерство науки и высшего образования России запустило горячую линию для российских студентов, которые сейчас находятся в Китае. В случае необходимости они могут обратиться по телефону или адресу электронной почты, указанной на сайте Министерства. Лилия Талибова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В Казанском Федеральном Университете прошел 20-й экологический форум школьников «Зеланд». Смотрим сюжет. 31 января в Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета составился 20-й открытый городской эколого-биологический форум школьников «Зеланд». В этом году он посвящен изучению и охране их теофауны. Форум проходит при поддержке Казанского Федерального Университета. Организаторами выступают Управление образования исполкома Казани, Городской детский эколого-биологический центр, Центральное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Детская школа искусств имени Балакирева. Участниками мероприятия стали учащиеся в школе Казани с 8 по 11 класс. «Ребята выступали конкретно со своими результатами, то есть они выступали с материалами, которые они сами через свои руки, ноги и головы пропустили, и это очень отрадно. Мы надеемся, что подобные доклады, подобные выступления будут нас сопровождать и в дальнейшем». «Участвую в этом форуме уже четвертый год, мне очень нравится. Только в этом году получила занять первое место, так что замечания учитываются, уровень растет. И очень нравится то, что проводится именно в университете, при КФУ. Можно больше приобщиться к университету». Форум предполагает не только очное участие с научными работами и творческими номерами, но и заочное по двум направлениям – просветительскому и художественному. Лучшие работы в последнем представляются на выставке в университете. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В России озвучили предложение ввести на законодательном уровне понятие педагогической тайны. Подробности смотрите в следующем сюжете. На правительственном координационном совете по проведению десятилетия детства в России озвучили предложение запретить учителями-воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие «педагогическая тайна» по аналогии с врачебной тайной. Эксперты считают, что ограничение поможет педагогам узнать об особенностях ученика и работать с ним в соответствии с этим, а также в экстренной ситуации оказать ему помощь. Кроме того, педагогическая тайна даст возможность защитить детей с особенностями развития от насмешек в школе. В последствии от огласки в школе имеет место оценка психического здоровья в классе, и накладчики начинают себя оценивать как индивиды, а не как личности. У кого какие лучшие данные, то это уже большая проблема, этическая проблема. Это могут быть психотравмы, это могут быть такие психические, душевные конфликты, которые будут мешать развиваться, учиться, достигать чего-либо в образовательном процессе. Это может тормозить развитие. Данную инициативу многие восприняли положительно, но даже у нее нашлись некоторые недостатки. Вопрос о поправках в законодательстве будет выставлен на дискуссии на различных площадках, а после чего будет определена мера наказания за разглашение педагогической тайны. Эльвира Зорина, Универньюс. Любители и профессионалы русского бильярда КФУ встретились 30 января на соревнованиях по бильярду в рамках Спартакиады Здоровья. Как проходил турнир, сколько человек приняли участие, а также почему именно русский бильярд. В сюжете Льва Диденко. 30 января в ТРК «Тандем» состоялась ежегодная спартакиада по бильярду. В этом году соревнования по русскому бильярду проводятся в рамках Спартакиады Здоровья. По традиции, участие в них принимают преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета. По словам организаторов, первый турнир был проведен в 2012 году, после чего соревнования сразу обрели популярность. Теперь количество желающих принять в них участие с каждым годом становится все больше. В этом году в соревнованиях приняло участие 32 человека из 16 команд. Данный вид спорта является довольно-таки доступным, и стоит отметить, что именно в этом спорте у нас участвуют именно самые возрастные участники, работники нашего университета. Участники спартакиады играют в русский бильярд, проходящий по стандартным правилам. За одним столом встречаются участники двух команд, два на два человека из каждой. Игра длится 20 минут. Побеждает команда, первая закатившая 8 шаров в флузу и лидирующая по истечению времени. Большинство преподавателей любят более русский бильярд, чем американский. Это, наверное, в России лучше играть в русский бильярд. Различные правила. И стол на русском бильярде больше, чем на американском. Шары больше. А лузы на русском бильярде намного меньше, чем в американском. И это усложняет игру. Тем самым становится интереснее играть. Победителям и призерам соревнований будут вручены призы, среди которых кубки, медали и грамоты. А команде, занявшей первое место, выпадет честь представлять КФУ на городских соревнованиях среди других вузов нашего города. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ, Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok